Я даже фартук сегодня праздничный такой надел на себя. Оп, беленький. Чтобы, работая с сырниками, я ощущал себя, как будто я настоящий кондитер. Значит, я знаю, что ряд товарищей женского и мужского пола, даже целый пост в фейсбуке был на тему того, что типа вот ждем-ждем сырников настоящих от шеф-повара Василия Емельяненко. Я знаю, что сейчас просто концентрация всего внимания гастрономического мира на мои сырники. И здесь главное сделать все очень вкусно. Сырники я буду делать такие, какие у меня есть в кафе. Понятно, что кто-то из вас придет попробует, а кто-то, может быть, в другой стране мира, сделает такие же и будет думать, что он находится у меня в кафе. Потому что наши сырники топовые. С чего все начинаем? Начинаем все с весов. Если я говорю про ресторан, значит, это техкарта определенная. И это определенный вес, потому что там же бухгалтерия, там просчет, там СИБЕС и так далее. На весы. Оттарили ноль. Значит, на порцию идет 140 граммов творога. Что за творог я буду использовать? Это творог 4-5% жирности. Мягкий, с не очень крупным зерном, не твердый, но и не влажный. Он должен быть суховатый для того, чтобы большое количество влаги. Если, например, вы используете влажный творог, то его желательно на ночь повесить, положить на сито. Или повесить в марлю, в холодильнике закрепить, чтобы он отдал лишнюю влагу. Слишком жирный творог будет давать большую, так сказать, расплавляемость. Поэтому не нужно экспериментировать, нужно найти творог, с которым у вас будут получаться сырники. Это очень важно, потому что у каждого человека есть свои навыки и есть свое понимание, как готовятся сырники. Именно из-за этого у нас там куча всяких разных нюансов, моментов. Там кто-то так готовит, кто-то эдак, кто-то чего-то ждет. У каждого свой рецепт. У меня вот такой. Значит, 140 граммов творога. Добавляем сюда муку. Значит, 20 граммов. Если вдруг вы поймете, что влажности чуть больше, чем надо, придется добавить муки еще. Вот здесь надо этот нюанс поймать. Вы должны выбрать один творог и сориентироваться, какое количество муки вы туда добавляете. Так, сахар. С сахаром нужно аккуратно. Да, если вы, например, делаете сырники из топленого творога, то сахар можно использовать тростниковый коричневый. Если вы используете белый творог, то лучше всего использовать белый сахар. Понятно, что это не очень полезно туда-сюда, но и в муке ведь у нас глютен. Поэтому здесь мы уходим от этого и концентрируемся на том, как сделать сырники. Значит, 20 граммов сахара на этот объем больше не надо. Обязательно ваниль. Ванильный экстракт, тут все по вкусу. Вот у меня экстракт такой, знаете, не очень черный. Поэтому я его добавляю там полторы пипетки. И все. Можно ванильный сахар, но он химозой попахивает. Вот сюда еще нужна обязательно щепотка соли. Для вкуса. И обязательно на этот объем половина желтка. Вот, как бы странно это не звучало, но именно половина желтка должна быть здесь. То есть на 140 значит 280, на 280 целый желток. Вот эту массу нужно перемешать. Кто-то говорит, нужно протереть творог через сито. Да, можете это сделать. Но иногда, в зависимости от творога, протерев его через сито, они начинают плавиться по какой-либо причине. Я привык делать, не просеивая через сито. То есть просто слегка, значит, надавливая на творог, смешивая его с мукой и сахаром. Главное, не вымешивать это сильно. То есть вот вилкой, когда некоторые расталкивают, 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 сахар начинает плавиться, все начинает плавиться. И в итоге мы получаем что? Получаем расплывчатые сырники. Значит, здесь вот надо всего лишь смешать, так, чтобы сахар и мука распределились. Если вы видите, что не хватает немножко, знаете, сухости сырником, можно чуть-чуть добавить муки. Чуточку прям совсем. Я замесил вот эту сырниковую массу. Теперь я ее выкладываю вот сюда, на стол. И обваливаю в муке. У меня получилась такая колбаса. Вот такая колбаса. Это уже готовое сырное тесто. Сырниковое. Максима Сырникова всегда вспоминаю. Максим, привет тебе! Сто лет не видел, соскучился. Когда готова колбаса, она должна быть обязательно в муке, как вы понимаете, да? Чтобы образовывалась корочка. Значит, вот ровную колбасу раскатали, здесь мука тоже. Теперь берем ножичек и режем на три части, да, примерно вот так. И, соответственно, вот так. Один за разы все равно получился чуть больше. Ну ладно, так бывает. Значит, вот эту часть мы тоже обваливаем, да, в муке. Потом центральную мы обваливаем с двух сторон, чтобы у нас получилась корочка. Вот так. Это тоже, эту часть колбаски тоже обваливаем вот так. Теперь нам нужно взять кольцо или что-то похожее на кольцо. У меня все кольца в кафе. Значит, берем и, соответственно, формируем. Потом переворачиваем, прижимаем немножко. И колечком формируем еще раз. Все. Сырник готов. Делайте его повыше. Значит, пока что сюда кладу. То же самое делаем с другими сырниками. Вот такие три сырничка у нас получились. Смотрим, по размеру примерно одинаковые. Если чуть больше, чуть меньше, ничего страшного. Далее поджигаем сковородочку. Немножко растительного масла. Смешиваем с кусочком сливочного. Прям чуточку. И кусочек сливочного у меня вот здесь. Прям небольшое количество. Будет большое количество, начнет сильно плавиться. Поэтому размешали. В идеале можно даже их обжаривать на сухой сковороде. Потому что у нас же мука сверху и снизу, и сбоку. Везде. Лопаточкой берем и переносим на сковородку. И все. Сильно поджаривать не надо. Если будет сухая сковородка и сильно разогретая, вы можете прям корочку. И все. Я буквально вот слегка, она у меня начала подрумяниваться. Переворачиваем. Теперь в духовочку нужно их немного прогреть. 180 градусов. 5 минут, не более. Не более 5 минут. Вот смотрите. Форма не поменялась. То есть они остались в своей форме, но не расползлись. Значит еще раз. Не очень жирный творог. Ну не 9 процентов, да? 4-5. Сильно их не выминаем, а только лишь перемешиваем. Обваливаем в муке, нарезаем, формуем. Вы можете, конечно, и руками это делать. Как делают. Лопаткой прижимают, лопаткой так вот руками прокручивают все это повара. Да. Но кольцом небольшим, металлическим, вы можете спокойненько вот так делать. Я использовал ведерко, потому что кольца в кафе. Кафе находится на Китай-городе. Адрес под колокольный переулок 16-2. Бистро-бутик номер 7. Меню уже готово, и поэтому я жду всех гостей у себя. Всех гостей у себя в гости. Гости, в гости, в гости. Ну, в общем, приходите. Тарелка. Тарелка красивая. Вот так делаем. Потом делаем вот так. И делаем вот так. Три сырничка. Сметана обязательно 25%. Пожирнее берем, так вкуснее. Варенье. Мы в кафе подаем с малиновым. Но я думаю, что сегодня-завтра я его вообще удалю, потому что люди почему-то малиновый не едят. И очень странно, оно вкусное. Но я начал спрашивать, и многие отвечают, знаете что? Ну, типа малиновое варенье, косточки застревают в зубах. Неудобно, некомфортно. Поэтому лучше я не буду есть варенье со сметаной. Сырники и так прокатят. Тем более, что они по количеству сладостей оптимальные. Не очень сладкие, но и не очень пресные. Все, персиковое варенье вот сюда вниз, чтобы, знаете, как бы это сказать... Ммм. Ой, персиковое вообще супер. Что я делаю, не делаю в кафе, а делаю дома. Я беру терочку и немножко-немножко цедры лимона. Цедра лимона, когда она падает на тарелку и приносит вам ее, очень освежает. Подносишь, и вот этот аромат сметаны, варенья, цедры лимона, он совершенно удивительный. Только терочка должна быть с острыми лезвиями для того, чтобы чуть-чуть, чуть-чуть прям, видите, даже почти незаметно, что с лимоном произошло, но цедра самый-самый крайний. Она падает сюда. Дальше. Для украшения, ну, у меня есть на работе порошок черноплодки сушеный, а дома можно, знаете, чуть-чуть с умах добавить. Немножечко для того, чтобы раскрасить и в тон тарелки создать аккуратную, так сказать, картинку. Все, сырники готовы. Сейчас буду переходить к пробе. Ну, что же, что же, с какого начнем? С вот этого. Что будет, если его разрезать вилкой? Вот, смотрите. Видите, он какой нежный, лопающийся, воздушный, и он творожный, в отличие от большинства сырников, которые вы получаете, как кусок теста. Дальше обязательно сметану. Сырники похожи на сырники. Видите, курочка хрустящая. А внутри они прям, их надавливаешь, они такие прям кремовые. Ладно, что я разглаголь, все вкусно. Пробуйте дома, обязательно. Один раз попробуете, поймете. Если вдруг, не дай бог, они расплываются, чуть-чуть на щепотку, там на две больше муки внутрь гладите. И сильно не вымешивайте, будет вам такое счастье, что ни словом сказать, ни пером описать. Особенно я буду рад, если мой рецепт поможет поварам по всей России, не только по всей России, сделать вкусные сырники у себя в кафе и ресторанах, в клубах, в отелях. Это будет просто шикарно. Я буду счастлив, и моя душа будет петь. Потому что был сейчас вот в Нижнем, несколько дней назад, не буду говорить, в каком отельчике останавливался, но просто ужас. Дали сырники, у меня изжога потом день была, причем у меня изжоги вообще не бывает. А тут прям, мама мия. Я твердо решил, что нужно делать сырники, ибо нужно как-то помогать людям, которые не умеют их делать, сделать из этого культ какой-то. Там культ сырника. Потому что у нас гости в кафе приходят и говорят, у вас шикарные сырники. Мы только там, не только, но ради сырников возвращаются. Поэтому приходите в гости. Всего доброго, до свидания. Оставайтесь на канале. Пишите комменты, ставьте лайки. Не хотите, не пишите, не ставьте. Я с вами, вы со мной, и я от этого счастлив. До свидания.